Здравствуйте всем, как уже сказала Лиза, меня зовут Артур, я PM из киевского офиса DataArt, а точнее из финансовой практики. Я, наверное, для начала в двух словах расскажу о себе, чтобы вы понимали, почему я такой дерзкий и такое вещаю. Я работал, я свитчер со стажем, как это сейчас называется. Я работал в ядерной физике, ядерной энергетике, в юридическом консалтинге, в бизнес консалтинге, в маркетинге, в нефти и в IT, в конце концов, сейчас. Если у вас возникает резонный вопрос, когда я это все успел, я чуть старше, чем я выгляжу. Окей, о чем я вам сегодня хочу рассказать о командообразовании, чуть-чуть детальнее о рисках командообразования и еще чуть детальнее о человеческом факторе. Можно я возьму пульта? Спасибо большое. В двух словах, я буду подсматривать. То, о чем я буду говорить, это небольшой кусочек рисков, связанных с командой, и еще раз, чуть-чуть детальнее, связанных с людьми непосредственно. То, о чем я буду говорить, будет работать для пятого класса средней школы, для, не знаю, для шахтеров в забое, для agile команды, для waterfall команды, практически для любой команды, где есть некая группа людей, объединенная и каким-то общим делом. Плюс-минус. Я, наверное, затрону все этапы образования команды. Я не буду говорить о стандартных этапах формата forming, norming, storming и так далее. Это все, конечно, круто, но я не об этом. Я, наверное, чуть-чуть сфокусируюсь на people management. Почему его нужно использовать? Все знают, что такое people management, да? Отлично. И я не буду говорить о классических методиках риск-менеджмента в данном случае. Это не значит, что они плохие, они хорошие, пользуйте, но я не об этом. Я структурировал свою презентацию по, скажем так, наиболее популярным или вероятным рискам. Каждый из них я разделил на три части. На то, в чем он выражается непосредственно риск, как он влияет на команду и на проект, и на то, чего с этим риском делать. Итак, первый риск — это, да, Кевин Спейси. Токсичные люди в команде. Почему здесь Кевин Спейси, я думаю, что объяснять не надо. Да, ну, судя, да, в общем, вы догадались. Токсичные люди, опять-таки, я думаю, вы тоже понимаете, о чем речь. Кевин Спейси, наверное, это крайняя стадия, когда тебя вырезают из уже снятого многомиллионного фильма. Вот, значит, мы говорим скорее больше, да, о людях, которые тем или иным образом негативно влияют на всю команду, то есть от них исходят условные токсины. В чем это выражается? Как это выявить вообще, что у вас тут есть такой человек? Прокрастинация — это когда человек просто ничего не делает, и, опять же, не просто ничего не делает, а все на него смотрят и делают соответствующие выводы. Неггинг — это нытье. Это когда человек постоянно чем-то недоволен, то есть он находит проблему где угодно. У меня был прекрасный случай. Я работал на американском заводе, который делал нефтяное буровое оборудование. И у меня был подчиненный с замечательной фамилией Ганусяк, которому эта фамилия очень подходила. Он, будучи прекрасным профессионалом, у него день начинался с того, что он приходил ныть. Я вот совершенно не утрирую. Он приходил сначала к другим коллегам, да, в итоге я ему запретил к ним приходить, он приходил ко мне и начинал ныть. Ой, я не знаю, как я это сделаю. Ой, всего же 6-8 часов рабочий день, боже мой. И вот пока я его не посылал, он вынылся, да, у него все хорошо, он пошел работать, и он все делал после этого. Но вот это вот его нытье, Сео через месяца 3 начал на меня орать, сказал, что я его больше ему не показывал никогда в жизни, что он его не хочет видеть. Вот, сейчас расскажу, что с таким делать. Итальянская забастовка. Знаете, что это такое? Work to rule. Это когда человек делает все, что нужно, но не более того. То есть у него есть должностная инструкция или там описание задачи, да, и вот он делает вот с 9 до 6 ровно столько, сколько надо. А что, я тебе что, раб? Я что, на галере? То есть вот человек вроде бы работает, да, но это вот это называется или work to rule, или итальянская забастовка. С этим тоже сложно бороться, потому что вроде как все правильно, и человека обвинить не в чем, но результат у него крайне низкий обычно. Пассивно-агрессивные отношения. Это тоже тип токсичных людей. Постоянные споры. И самый худший вариант, я его выделил в тип, но это вообще, наверное, тема отдельного разговора, отдельной дискуссии. Это когда токсичный человек находится на стороне клиента. Я подозреваю, что кто-то из вас явно с этим сталкивался. С этим очень непросто бороться и, ну, в общем, да. Если у вас такое случилось, то или, если все совсем плохо, то или меняйте проект, или говорите с менеджерами. Как это влияет? Здесь все довольно просто. Это замедляет команду, демотивирует. Появляются конфликты, ныть начинают и становятся токсичными другие члены команды. Ну и в конце концов команда разрушается. Но это крайний этап. Чего с этим делать? Старайтесь. Это сложно. Старайтесь выявить таких людей при найме, либо при наборе в команду. Это правда сложно. То есть ты когда разговариваешь с человеком на собеседовании, душка, милашка, все круто. Проходит месяц и начинается. Старайтесь понимать, почему это происходит. Далеко не всегда человек токсичен по своей природе. Я вам это буду повторять много раз, но старайтесь разговаривать с людьми. Если вы PM, ни в коем случае не скипайте вон-он-ваны. Говорите с людьми, обязательно говорите. Понимайте их мотивы, понимайте, что у них происходит, понимайте, как они себя чувствуют в проекте, в компании, в команде и так далее. Иногда понять причину достаточно для того, чтобы решить проблему. Старайтесь повлиять, если это можно. У меня вот конкретный в текущем проекте был кейс, когда человек, к сожалению, он по натуре такой. Вот он нытик и он находит проблему везде. То есть ему что-то не нравится, мы это что-то меняем, он находит следующую и продолжает, культурно сказать, ныть. Да. При помощи HR, скажем так, мы с ним достаточно детально разобрали, поговорили, и это помогло. Это очень простой кейс, но это работает. Изолируйте. Это то, что я делал в случае, о котором я рассказал в самом начале. Это нагрузка на вас, как на менеджера или как на тимлида. Если вы зациклите, закольцуете человека на себе, если вы не дадите ему общаться с командой. Ну, бывают случаи, когда человек просто незаменим для команды или для проекта, но при этом для команды он токсичен. В таком случае его просто стоит изолировать от команды настолько, насколько это возможно. Ну, и крайний случай, убирайте человека из команды. Потому что если человек действительно серьезно токсичен, держать его в команде, каким бы он классным, крутым, полезным ни был, это разрушит вам команду обязательно. Окей. Идем дальше. Фракционирование. Не, у Легляшко это не потому, что у вас в команде скоты-няки. Не поэтому. Фракционирование, о чем идет речь? Когда у вас внутри команды появляются нездоровые группы. Еще раз, не путайте это с естественным разделением на, допустим, QA, девелоперов и так далее. Это когда у вас появляется, вот мы работаем, а они уходят 6 часов, они козлы. Или мы знаем какую-то технологию, а они нам лошары, и нам за ними приходится допиливать. Ну, если так, очень по-простому, это один из вариантов фракционирования. Вот я говорю о нездоровом. Еще раз, в чем это выражается? Мы против них. Как только у вас в команде появляются мы и они, а не команда, работает как единое целое, еще раз, в негативной коннотации, у вас проблемы. Буллинг. Тоже, к сожалению, бывает, хотя современная IT-среда, она очень френдли, и вроде бы как этого не должно быть, это бывает, и это нужно обязательно пресекать. Недовольство и конфликты. То, в чем это выражается. Как это влияет, мне кажется, очевидно. У вас появляется напряжение, конфликты, кто-то уходит из команды, кто-то постоянно недоволен и так далее. Чего с этим делать? Пытайтесь понять, в чем проблема. Опять же, повторяю вам, во второй и не последний раз разговаривайте с людьми. Всегда старайтесь понимать причину, понимать мотивы людей. Разделяйте треки. Если вы видите, что, допустим, разведение двух частей команды, просто в отдельные субкоманды, решит вам коммуникационную проблему, это прекрасный вариант. И иногда даже размер команды может влиять на такое. То есть рекомендации давать сложно по размеру, потому что все кейс-бай-кейс, но это надо чувствовать, наверное, понимать. Тимбилдинг. Всем весело выпить, никогда никому не вредило и не мешало. На самом деле, когда люди, у которых там какой-то застаревший конфликт, сядут в день в чупабе и поговорят за жизнь, это зачастую может помочь. Поэтому, правда, планируйте командные тимбилдинги как регулярные мероприятия, а не просто мы с вами работаем до посинения. Реформируйте команду, если ничего другое не помогает. Иногда можно сменить тимлида, поменять приоритетность задач, сместить одного человека, то есть переконфигурации, извините, внутри команды помогают. Меняйте роли внутри команды. Опять же, если, допустим, QA может стать BA, и это поможет, так сказать, решить вопрос, или наоборот, тоже зачастую помогает. Окей. Так. Да. Если вы узнали, то это куртка BA. Да, пожалуйста. Конечно. Как понять, что изменения не ухудшат ситуацию? Потому что, как говорят, все это программирование работает неплохо. Если же есть какая-то ситуация, да, она достаточно может быть плохая, или там, знаете, она плохая, как мы можем понимать, что какие-то изменения будут в любую часть стороны? Окей. Короткий ответ никак. Нет. На самом деле здесь нужен опыт. Если вы сомневаетесь, привлекайте, ну, то есть старайтесь привлекать внешнюю экспертизу. Всегда есть HR, есть people-менеджеры, есть отдельная, ну, не знаю, как бы, если в вашем случае такие роли. Есть DM, есть EM. Старайтесь находить людей, может быть, более опытных, если у вас есть сомнения. Это пункт первый. Второй. Пробуйте. То есть вы можете в тестовом порядке пробовать реформировать, то есть, ну, локально, на каких-то конкретных кейсах, то есть не на краткосрочный период смотреть, как это будет работать. Наверное, в большинстве случаев это будут более или менее очевидные решения. Не всегда. И как туда понять результативность? То есть опрашивать людей или смотреть общий результат, или вот внутренние ощущения, потому что, ну, может быть, какое-то время можно пройти дозор, чтобы люди адаптировались правильно, чтобы могли увидеть результат, то есть, как вот найти эту границу, или что можно делать. Сори, ты хотела давать микрофон. Я просто отвечаю на вопросы, которые будет не слышно. Как скажешь, мне это сам меня устраивает. Значит, все три. Внутренние ощущения, результаты и разговаривать с людьми. Это на самом деле KPI касательно довольства, удовлетворенности, простите, команды. Это тоже отдельная история. И еще раз, в любом случае вам нужно постоянно разговаривать с людьми и понимать, довольны они или нет. Вы можете даже не знать то, что они недовольны. Снимать показания периодически нужно. Более того, ну, естественно, основной момент, ну, еще раз, это все-таки работа, да, а не дружба. То есть основной момент — это ваш результат как команды в проекте или в продукте, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Да, пожалуйста, возвращаясь к Курту Кобейну. Эта фраза, которой он закончил свое предсмертное письмо, перед тем, как застрелиться из ружья, предсмертное письмо он написал своему воображаемому другу детства. О чем речь? Речь про выгорание. Burnout на английском. Курту Кобейн — это, наверное, предельный случай выгорания. Совсем, да, вот не доводите никогда до такого. Я думаю, все понимают и думаю, что многие на себе это ощущали лично. В той или иной степени. В чем это выражается? Зачастую это случается с людьми с высокой продуктивностью, с высокой мотивацией, и от этого это делает все еще хуже. Снижается продуктивность, апатия, проблемы со здоровьем, цинизм. Человек начинает очень, опять же, в work to rule, и опять же это приводит в конечном итоге к уходу людей. У меня был прекрасный случай, прекрасный кейс по выгоранию. Я работал тоже в одной американской компании, и там работал совершенно потрясающий HR-директор. Наверное, самый профессиональный HR, с которым я когда-либо сталкивался. Она проработала там, она построила все возможные HR и около HR процессы за несколько лет. В итоге ее позвали HR-директором на PepsiCo по нескольким регионам. Там все очень крутой уровень. Владелец компании сделал все, чтобы ее оставить. Он вывернулся наизнанку, привлек всех возможных и невозможных авторитетов, пообещал ей опционы. Человек просто костьми лег, чтобы ее оставить. В итоге ее уговорили, она осталась. Она проработала 3 или, мне кажется, 4 месяца. Но человека просто как подменили. Она выгорела. То есть человек сломался. Она делала свою работу, она делала ее неплохо, но вот того мощного солидного HR-директора, который был до этого, его просто подменили. Через 3 месяца тот же владелец бегал по офису и орал, уволить ее немедленно, не хочу ее здесь больше видеть. Вот это, к сожалению, граничный кейс, когда человека нужно отпустить. Если вы уже увидели, что он или на грани выгорания, или уже там. Опять же, как это влияет на команду, достаточно понятно. Я думаю, что можно на этом не останавливаться. Чего с этим делать? Понимайте причины. Зачастую случаи с... То, что я привел в последний кейс, это крайний случай. Это можно отследить и устранить гораздо раньше. Допустим, простая смена задач, ну, не на такую же, а перемещение фокуса или уход в другой проект, или уход в другую практику решает. Да, повторяю, в который раз говорите с людьми. То есть как можно раньше идентифицируйте, что у вас человек начинает выгорать, ну, или подгорать. То, что я уже говорил. Меняйте роли, локации, environment, пересадите на другое место. Не знаю, предложите больше монитор. Звучит смешно, но тоже может помочь. Управляйте ожиданиями. Это тоже очень важно. Если вы человеку год обещаете повышение зарплаты или грейда, или, я не знаю, новую мышку, и вы ему это не даете, на человека это влияет крайне пагубно. Прежде всего, узнавайте, что ожидает человек. Управляйте ожиданиями. Это очень важно. Принудительный отпуск. Это работает. Если вы видите, у вас есть трудяга, который говорит, нет, я справлюсь, нет, это очень важно, я ее должен закончить. Если вы видите, что все, что человек приехал, но при этом он приходит на работу на костылях. Да? Ну, вот, прекрасно. Отправляйте человека в отпуск. Хотя бы там на пару дней. Ну, да. И вот в том кейсе, в котором я привел, понимайте, когда человека нужно отпустить, иначе человек рискует стать токсичным и создать большие проблемы. Важно понимать, когда с человеком нужно расставаться. Он может быть суперкрутым, он может быть суперклассным, но если пришло время, то вы себе обратно создадите кучу проблем. Окей, идем дальше. Узнаете, кто это? Да, конечно. Спасибо. Ну, вы говорите, я так понимаю, это one-to-one встречи, да, вы рассказываете? Да, в том числе, не только. Расскажите, пожалуйста, поделитесь опытом, как часто вы их проводите? Если человек, он действительно перегорел, да, как вот было сказано, вот как часто с ним нужно работать, как вот, ну, мы с ним, например, сколько раз за неделю с ним стоит пообщаться? Если человек уже перегорел, то вы можете спать с ним в одной кровати, ничего не поможет. Ну, то есть, я к тому, что… Ну, то есть, вы же все равно предлагаете какие-то пути, то есть, мы меняем среду. Да-да-да, я говорю о этапе до, ну, то есть, это же идет по нарастающей, да. Насчет частоты. Из моего опыта, опять же, это стоит делать, ну, опять же, это очень значение средней температуры по больнице, но я бы сказал раз в месяц-полтора. Если у вас, если есть вот конкретно проблемный случай, проблемная роль или какие-то конкретные проблемы с человеком, то тут частоту нужно, наверное, кейс-бай-кейс, да, то есть, ну, естественно, чаще лучше, то есть, до момента, когда вы понимаете, что проблема либо на уровне фона, либо она решилась. То есть, так, так, да, так можно каждую, можно через два дня, можно каждую неделю. В среднем, просто снимаете показания, ну, в идеале раз в месяц, если у вас есть такая возможность. Окей, следующий риск, надеюсь, вы узнали молодого Фиделя, который собирается сопротивляться изменениям в ближайшие 50 лет. Вот, опять-таки, наверное, вы все сталкивались с нежеланием команды людей, группы людей, вот как-то работать по-новому, чего-то менять. Вот мы так уже делаем, а зачем нам что-то менять? Ну, и так же работает, не трогай. Вот. К сожалению, если бы это было так, мы бы сейчас бегали с каменными топорами за мамонтами. В чем это выражается? Ну, опять же, вы тоже понимаете, наверное, ну, в двух словах, буквально нытье, все продолжают работать так, как работали. Люди начинают рассказывать, а вот это все фигня, потому что. И начинают придумывать. У меня тоже есть не один, я раньше работал в IT, которое было связано с внедрениями решений, не с разработкой. Так вот, если команда внедренцев приходила на какую-нибудь крупную компанию и начинала рассказывать, что вот мы вам такой классный продукт сделали, то дальше на мидл уровень, не сверху, а на мидл уровень, то средний уровень тут же выдавал 4 тома инструкцию, почему это работать не будет. Иногда больше 4 томов. То есть они в деталях, вот прямо доказывали, рассказывали, приводили примеры. И, к сожалению, часто в командах это работает так же. Это если команда привыкла работать по какому-то своему флоу или по какой-то своей методике, или у них есть какая-то привычка. Например, команда, вот, да, команда не привыкла заполнять джиру. Вот, я слышу, да. Это, ну, на самом деле, да, вот, ну, 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 на фиг она нужна? Мы и так работаем. Продукт мы деливрим, все хорошо. Чего ты пристал? Пиэм пришел со своей джирой, инудит. Вот, ну, не все так просто. Как это влияет, опять же, достаточно понятно. Чего с этим делать? Это касается не только, на самом деле, этого риска, это касается всего. Постарайтесь поделиться ownership, чтобы люди чувствовали ответственность и ownership за проект, за команду, за продукт. Я лично сторонник плоской структуры. То есть, когда не PM, Team Lead и Challenge, а когда все вместе. То есть, когда плоская структура, каждый воспринимает себя как равному, никто никого не ставит выше. Это, на самом деле, очень помогает. Делитесь ownership, объясняйте, приводите примеры, показывайте успешные использования другими командами. Находите early adopters. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Всегда есть люди, которым интересно попробовать первым. Обычно, ну, это в среднем 5-10%, это из маркетинга. Это люди, которые любую инновацию воспринимают на ура и бегут ей пользоваться или покупать. Находите их и привлекайте. И по-английски есть прекрасное выражение. Carrot and stick – это кнут и пряник по-русски. К сожалению, это тоже, в общем-то, рабочий метод, когда ничего другого не помогает. Окей, с этим, наверное, понятно. Следующий риск. Я думаю, вы уже поняли, что речь идет про неквалифицированных товарищей. Я объясню, в чем непосредственно заключается риск. Не в том, что вы взяли на работу Гомера Симпсона, а в том, что вы берете на работу, допустим, вы берете в команду senior developer, который на поверку оказывается strong junior по результатам. Опять же, я подозреваю, что многие из вас с чем-то подобным сталкивались. Когда ожидания от человека оказываются гораздо выше, чем его реальный уровень и чем его реальный профит для проекта. Сейчас попробую рассказать детальнее, что с этим делать. Это очень тяжелый кейс, который на самом деле непросто выявить. Человек, ну, самый простой вариант, это когда действительно у него невысокий перформанс, невысокое качество. И если это видно с первого дня, то это очень круто и вам очень повезло. Человек избегает сложных задач. Был конкретный случай, не буду называть в какой компании, не буду называть в каком городе, не в Днепре, если что. Когда человек, сеньор-девелопер, за месяц работы не написал ни строчки кода. Вот это, я вам вот, да, за месяц. То у него не было требований, то у него выключили свет, то у него сломался компьютер, и человек вот реально месяц тянул время. Ну, аджайл же, да, человеколюбие. Вот, через месяц, ну, как бы, естественно, человеку... Нет, у него все было хорошо. Просто, ой, извини, знаешь, у меня комп сломался, ну, все, никак не получится. Вот, через месяц, естественно, человека выгнали. Но месяц был потрачен. И вот этот гэп, который образовался, серьезная проблема для проекта. И вот таких людей, их очень сложно выявить на самом деле. Многочисленные ошибки, которые вам всплывают впоследствии. У нас был конкретный кейс в проекте. Вот в конце сидит девушка, с которой мы работали в одном проекте. У нас был конкретный случай, когда мы взяли достаточно толкового парня на одну достаточно ответственную задачу, и ничего не предвещало беды. О нем были прекрасные отзывы из прошлого проекта. Он был очень толковый, он был очень общительный, все. Человек был уровня strong middle, практически senior, как нам виделось. Человек начал работать, причем он занимался рефракторингом. Когда, ну и времени ни у кого, ни у темлида, ни у других девелоперов, влазить в детально, что он делает, не было. Когда мы через месяц с ужасом обнаружили, что он нам рефракторил на где-то, ну, поправь меня, если я ошибаюсь, пожалуйста, по-моему, наверное, на месяц работы всей команды, где-то из 10 человек. То есть мы где-то месяц вся команда простаивала и пыталась исправить то, что он рефракторил. Просто потому, что человек, не потому, что он плохой, не потому, что он со зла, просто человек не соответствует тому уровню, который мы от него ожидали. И мы это определили довольно поздно. И очень важно выявить это, чем раньше. Чего с этим делать? Это правда сложный кейс. И зачастую на раннем этапе, да, я вам советую выявлять это как можно раньше, но правда это очень тяжело. Ну, вот сегодня на завтра выявите. Обучайте людей, если вы видите, что вот такое произошло. Приводите менторов, даунгрейте, это то, что в итоге случилось с этим парнем, его задаунгрейдили. И да, к сожалению, удаляйте из команды. Окей. Идем дальше. Без Гомера с пончиком. Обратный случай. Да, пожалуйста. Вопрос заключается в том, немножко вернемся насчет того случая, когда месяц он работал с вами, и вы это через месяц только заметили, что он рефакторил как-то не так, не было ли проще? Сохраните деньги вашего заказчика, чтобы месяц это не переделали, потому что это уже ваши проблемы и ваше, как бы, то, что он так сделал, и что вам придется это целый месяц исправлять. Целый месяц это огромная, как бы, стадия разработки. И поэтому не проще либо было это все ставить и дальше уже работать с тем, что уже есть, либо сказать клиенту как-то, что подожди месяц. К сожалению, так как есть, оно просто не работало. Это, там все было настолько плохо, что когда началась интеграция, все просто умерло и упало. Здесь кейс, наверное, более позитивный, потому что это был внутренний проект, он стал внешним. Ну, я на самом деле могу его даже назвать, но лучше не буду. Ну, здесь на самом деле есть человек, который может детальнее ответить, но, ну, правда, это было не очевидно. То есть до момента интеграции это было не очевидно. Вот так красиво. Да. Ну, то есть я попробую доступным, доступным языком, еще раз, без интеграции демо нет. Еще раз, человек в рамках своей, то есть он просто, его проблема была даже не в качестве кода, а в том, что человек катастрофически не смотрел по сторонам. То есть он пилил свой кусок кода и про интеграцию не думал категорически. И вот в этом заключается его несеньорность. Ну, это, скажем так, это просто был кейс. Опять же, я, наверное, не снимаю ответственности с себя, из тем ли да, что мы достаточно поздно этот кейс выявили. Но, опять же, это не единично, это просто, наверное, самый такой характерный, который я могу привести не единственный из своей практики. Окей. Идем дальше. Ответил? Ну, да, к Суперману переходим. Эта история, это кейс довольно простой. Это когда у вас человек overqualified. То есть когда вы берете архитектора и садите его писать сайтик на одну страницу. То есть тут все на самом деле, совет один простой, не делайте так. Все. Мискоммуникейшн. Да. Тут на самом деле все с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Потому что мискоммуникейшн — это довольно серьезный риск для двух совершенно нормальных или больше людей, которые по своей натуре абсолютно адекватные, абсолютно позитивные, абсолютно вменяемые, когда они не могут работать вместе. У меня был аналогичный кейс на проекте, когда был фронт-энд флегма. Он очень системный, очень последовательный, но флегматик. Бэк-энд — холерик. И при том, что они все суперпозитивные, очень профессиональные, очень опытные, когда они работали над одной задачей, ну вот так получилось ситуационно. И опять же, никто не знал, что эта проблема возникнет. Они когда начинали работать над задачей, через час они оба прибегали ко мне и говорили, что вот тот идиот, я с ним вообще разговаривать не буду. Ну правда, да, да, да. Вот это вот конкретно случай мискоммуникейшн. То есть люди не могут договориться. Здесь на самом деле еще очень важно средства коммуникации, то есть как они общаются. В этом плане хуже всего. Это имейлы чуть-чуть лучше, это инстант-мессенджеры чуть-чуть лучше, это скайп голосом, еще чуть лучше это скайп с видео. И идеальный вариант — это когда у вас колокейтед тим, когда у вас все видят друг друга. Но опять же, мы живем не в идеальном мире, и распределенные команды — это очень часто происходит. Бывает оно очень разное. Еще раз, между конкретными людьми, между группами в команде, когда, например, QA не понимают девелоперов, я думаю, что тоже, ну, вы это видели на практике. Когда команда не понимает менеджмент, зачастую не все решения понятны, зачастую не всегда менеджмент их до конца объясняет и аргументирует, и вовремя доносит, и между командой и клиентом. Это, наверное, худший кейс. Это еще рано, сори. Чего с этим делать? Буквально в двух словах. Разговаривайте с людьми, ну, правда, старайтесь разводить людей, если у вас такое происходит. Старайтесь разводить в смысле не давать конфликту нарастать, потому что вот зародившийся подобным образом конфликт может вырасти в большую для вас проблему. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если, да, вот типичный, наверное, такой кейс непонимания команды и менеджера, при этом это может быть как, там, банально, саботаж, да, нежелание выполнять требования какие-то, как правильно здесь поставить задачу, чтобы это было воспринято позитивно с командой и эффективно потом выполнялось? И стоит ли дальше, ну, углубляться в разбор ситуации, да, и переубеждать, там, ну, там, донатья, грубо говоря. Простите, мы говорим с позиции менеджера или с позиции команды? С позиции менеджера, да. То есть у вас, я правильно понял вопрос, у вас команда не слушает то, что получает на входе, либо делает так, как хочет, саботирует и так далее, да? Ну, у вас есть задача от клиента, да, вам надо как-то скоммуницировать, чтобы всем было хорошо, но команда не очень рада той нагрузке, которая предстоит. Ну, тогда у вас проблема, это не мискоммуникейшн все-таки, это немножко другое. Ну, опять же, мне, наверное, сложно ответить на вопрос в общем, потому что, ну, мне кажется, что тот кейс, вы просто сказали ключевое слово нагрузка, и это, ну, несколько другое. Я не могу вам дать, наверное, какой-то панацеи или идеального совета, но в целом, ну, если вы не можете расширить капасити команды, если вы не можете поменять сроки для того, чтобы снизить нагрузку, то повышайте оунинг в команде. То есть пускай команда тоже чувствует ответственность, и пускай это не выглядит так, что вы им спустили задачу. Вот на работой. То есть старайтесь вовлекать все-таки команду в… Опять же, я не знаю вашего случая, тут, наверное, надо чуть-чуть детальнее понять, как это все происходит. Но по возможности вовлекайте команду хотя бы в локальную приоритизацию в estimate, ну, то есть чтобы не спускалось вам сверху, что вы должны вот это сделать, да, чтобы это было все-таки обсуждаемо. Если команда говорит, что это невозможно сделать, то ищите какие-то промежуточные решения. Ну, опять же, я очень-очень размытый кейс, мне сложно говорить, я надеюсь, что я ответил. Окей, да, как я решил, скажем так, в мой практически конкретный кейс с флегматиком и холериком, я просто вставил между ними сангвиника. То есть я просто привлек третьего человека, которого вставил в команду и сказал, вот ты общаешься с ним, и ты общаешься с ним между собой, вы не общаетесь, все стало работать идеально. Нет, правда, то есть все ребята очень адекватные, коммуникационная проблема ушла, все заработало. Окей, это не Петро Порошенко, если вы думаете, нет. Это американский комик 50-х годов, да, но это не он. И это он не средний палец показывает, нет. Вы все перепутали. Что такое бас-тест? Вы знаете? Ну, бас-фактор, бас-тест, да, знаете? Ну, я в тебе не сомневаюсь. Все знают? Смотрите, это достаточно просто. Что произойдет, если одного конкретного человека, члена команды, собьет автобус? Вот что будет с командой, с проектом, с продуктом? Если ответ все рухнет, то у вас проблема. Вот это то, что называется бас-фактор или бас-бас-тест. Если у вас этот бас-тест кто-то не проходит, то у вас проблема и большой риск для команды. Да. Это на самом деле, в чем это проявляется? Это, к сожалению, то, что часто происходит, когда у вас есть в команде есть звезда. Это не всегда плохо, безусловно, но если, скажем так, это звезда со звездной болезнью, то у вас проблема. То есть кто-то, кто очень-очень крутой, кто-то, кто все знает, на ком стоит вся архитектура, который знает ответы на все вопросы, который знает все, как делать, только когда этот человек уходит на больничный или увольняется, то вашему проекту становится совсем нехорошо. Это когда у вас есть, опять же, непререкаемый авторитет, когда человек говорит вот так и никак иначе. Если у вас, например, все решения проходят через одного человека, то у вас тоже проблема. Зачастую эта проблема нерешаемая, но вы должны просто знать, что это большой риск и проблема. Ну и опять же, когда у вас в руках одного человека, даже очень позитивного, сосредотачивается большое количество знаний и власти, то есть принятия решений. Я не помню, есть ли у меня следующий слайд, можно я подсмотрю? Да, следующий слайд. Ну, власть — это понятие, я, наверное, не очень корректно выразился, зоны ответственности и принятия решений. То есть если у вас команда не из двух человек, то старайтесь все-таки принимать коллегиальные решения, не единоличные и точно не одним человеком. И опять же, зону ответственности распределять. Тогда и риски у вас распределяются. Еще раз, в чем заключаются сами риски? Какой бы, даже если мы говорим про суперзвезду, какой бы крутой он не был, есть шанс, что он допустит ошибочное решение, которое станет проблемным, допустим, не на этом этапе, а через год, через два, ну, через какой-то период. Поскольку он непререкаемый авторитет, то ему никто не скажет, что это глупости. Еще раз, вот непосредственно риск в том, что человек от вас уходит, и все, и вы теряете просто ключевую компетенцию. Очень некомфортно другим людям работать в такой команде, когда у вас есть суперзвезда, которая очень выделяется. Это правда, психологически давит на всех остальных. Ну, и, естественно, это приводит к конфликтам. Я приведу в данном случае пример свой личный. У меня был кейс, когда на проекте я, к сожалению, так получилось, но я нагреб на себя все, что только можно. И в какой-то момент, когда настал этап уходить из проекта, у меня было ключевое знание, я принимал основные решения, у меня была основная документация и так далее, и тому подобное. И когда, ну, опять же, я это делал отчасти неосознанно, отчасти просто потому, что больше некому было, ну, не было другого ресурса. И когда мне пришлось уходить из команды, ну, опять же, этот кейс закончился удачно, потому что я долго, кстати, еще помогал, ассистировал, передавал знания, там, как-то разделял, это тому, это тому. Ну, ну, я был доступен. Это кейс счастливый, если бы, например, по какой-то, да, то все было бы очень плохо, вот, абсолютно. Вот. Окей. Я уже, в общем-то, сказал, чего с этим делать. Делегируйте, распределяйте знания, если вы в этой роли менеджер, и видите, что кто-то такой у вас появился, особенно если это вы сами. Иногда работает, превращайте диктатора в ментора. Это особый кейс, но иногда это решение. Реорганизуйте команду, и, к сожалению, вы гоняете суперзвезду. Это звучит, как выстрел себе в ногу, но для команды иногда это работает. Опять же, с этим нужно быть очень осторожным, потому что, ну, суперзвезда делает у вас 80% работы, обычно. Но если вы видите, что это не командный игрок, и что команда в целом от этого больше теряет, чем получает, то с таким человеком надо, к сожалению, расставаться. Вот. Еще раз очень осторожно. Окей. Да, конечно. Если это суперзвезда, она без звезды. Вот горят у человека глаза, да, вот он все хочет делать. Он не потому, что вот он хочет быть крутым, а потому, что ему интересен проект. Тогда первые три пункта. Ага, делегировать. То есть все должны быть взаимозаменяемы, да? Да, это крайний случай, когда, еще раз, я вот повторюсь, я не предлагаю вам выгонять суперзвезд по умолчанию. Нет, однозначно нет. Если у вас есть суперзвезда в команде, вам очень повезло, радуйтесь, любите, цените и приносите вкусности всякие. Если, еще раз, если эта суперзвезда начинает затмевать команду, тянуть на себя одеяло, диктовать другим, вот эта проблема. Если у вас просто суперзвезда чисто, потому что человек хочет, условно говоря, кто везет на том и едут, да, и все едут на нем, то просто сделайте так, чтобы он поделился. Если человек, как вы говорите, адекватный, то он это сделает с удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Да, грустный Эйнштейн говорит, что все меняется. На самом деле здесь речь не об относительности, а о том, что это на самом деле самый спорный вопрос из всех факторов. Я когда с ребятами, с people-менеджерами серьезно обсуждал, они мне говорили, что это такой очень холиварный вопрос. Можете поспорить, если хотите. О том, что когда вы перестаете держать руку на пульсе, очень легко упустить ситуацию. Ситуация, которая казалась вам нормальным, проект, команда, которая казалась вам стабильной, хорошо работающей и так далее, как только вы отпускаете, то есть вы просто перестаете общаться с людьми, то, о чем я говорил, перестаете снимать какие-то KPI общие, снимать с клиента информацию и так далее, фидбэк, в какой-то момент вы просто можете пропустить, когда вы прошли точку невозврата. Есть обратное мнение. Я вам говорю только то, что я знаю из своего опыта и сразу оговариваю, что есть обратное мнение, что нужно команду доводить до состояния как раз со стороны менеджмента, когда она, скажем так, самоуправляемая и self-driven, и вы ее просто отпускаете в свободное плавание, и у вас все хорошо. Я в это не верю. Ну, еще раз, это работает для небольших команд в суперстабильных проектах. Для всех остальных это, к сожалению, практически нереально. То есть у вас в любом случае либо появляется в команде человек, который работает project-менеджером, ну, либо любым другим менеджером, либо у вас все становится плохо. Да, небольшие изменения, даже не очень заметные, могут приводить к очень серьезным проблемам, рискам и проблемам с темплеем и перформансом. И еще один момент, что чувство реальности вы можете действительно очень быстро утратить, и что самое обидное, незаметно. Да, конечно. Пожалуйста. По поводу управления команд, все прекрасно. Вы рассматривали такой вариант, как управление вообще бизнесом на франчайзинге. Находятся же ключи управления, да, и контроля в ситуации? Ну, вы, наверное, приводите из несколько другой сферы кейс. Я все же, наверное, говорю… Управление одно. Ну, смотрите, на франчайзинге вы управляете не командами. Вы управляете бизнес-юнитами. Это немножко другое. У вас внутри каждой команды есть отдельный свой менеджер. Если вы говорите о Макдональдсе, например, который является отличным примером франчайзи, у них есть мега сложная система KPI, у них есть мега детализированный договор. Ну, вот на самом деле кейс Макдональдса это прекрасный ответ на то, как управлять франчайзи. Это не айтишная тема и совсем не тема моего рассказа. Если вам интересно, почитайте кейс Макдональдса. Вот как центральная компания менеджер все Макдональдсы, это ведь не компания Макдональдс. То есть его открывает любой произвольный инвестор, который хочет. Я в курсе об управлении владельцем компании непосредственно компании. Окей, а в чем ваш вопрос заключается? Можно еще раз? Я, возможно... В активности управления получается один человек, в принципе, да, вот автор это Макдональдс, неважно, любой другой компании покончательный, он дальше как автор, как разработчик, другими словами, да, любой программы айтишной, он же получает, да, дивиденды, прибыль и так далее. Ему могут не платить и там и так далее, и тому подобное. Ситуация может быть много разных, но он каким-то образом контролирует ситуацию. Я об этом... Безусловно. Ну, безусловно. Если вы владелец бизнеса и если вы не контролируете бизнес, то у вас с ним все плохо. Ну, иначе, к сожалению, владельцы бизнеса не работают. Ну, опять же, это не... Ну, если это было не утверждение, а вопрос, то я, наверное, не до конца понял, в чем он заключается, но я, в общем-то, с вами согласен с тем, что вы сказали. Окей, может, я переформулирую позже. Хорошо. Подойдите, я с удовольствием отвечу. Окей. Что с этим делать? Stay tuned. Вот просто. Оставайтесь... Еще раз. Вот я сразу оговорюсь, в чем холиварность этого вопроса и почему меня отдернули people-менеджеры. Я не говорю про over-control. Я не говорю про руки на шее. Я говорю про руку на пульсе. Это немножко разные вещи. То есть и глубина и степень контроля, она во времени может сильно отличаться. Тут тоже, на самом деле, это для менеджера, это вопрос его опыта. Он должен понимать, на каком этапе, какой уровень детализации и какой уровень контроля нужен. Это не постоянная величина, безусловно. Что я, опять же, из своего опыта могу рекомендовать? Это старайтесь оставаться хотя бы в общем контексте, что у вас происходит в проекте, в команде. Если это группа команд, то на верхнем уровне. Собирайте фидбэк с, если вы DM, например, или выше, собирайте с следующего уровня, с PM. Если вы PM, то собирайте с ключевых следов и так далее. Собирайте фидбэк с клиента обязательно, доволен он или нет. Вот опять же, я себе это лично взял за правило, периодически просто приходить к клиенту, садиться и говорить «Пит, Том, не знаю, Иван, ты доволен? Что тебе не нравится? Что мы можем улучшить? Какие у тебя есть поинты, что тебя устраивает, что тебя не устраивает?» Это на самом деле и со стороны клиента, на самом деле, это, к сожалению, почему-то не весьма очевидно и далеко не все это делают, но это обязательно нужно делать. И клиент это воспринимает тоже очень позитивно, как некую заботу о нем. Я уже говорил об этом и скажу сто первый раз, не скипайте one-on-one, если вы project manager, разговаривайте с людьми. Даже если вы не project manager, а team lead или на любой другой командообразующей должности или роли, то говорите с людьми. Для этого, опять же, используйте любые тулы, чек-листы, Outlook, Evernote, все, что хотите, чтобы просто не забывать об этом. Это простой совет, но, к сожалению, он работает. И да, миллион первый раз говорите с людьми. Окей. Самые общие рекомендации, чего делать, чтобы минимизировать эти риски. К нулю вы их не сведете никогда, но, чтобы минимизировать, ну, опять же, пару советов из моей практики. Первый, на самом деле, момент тоже спорный, потому что это трудно угадать, но старайтесь набирать команду не только по признаку техническому или опыта, а с позиции ценностей. Если у вас получится набрать команды людей с похожими ценностями, это звучит очень размыто, я понимаю, но это работает. И это сложно сделать. Еще раз, если вы найдете, даже естественным отбором, то есть кто-то уходит из команды, кто-то приходит, если у вас получится собрать команду даже не суперидеальных технорей, но людей с похожими ценностями, у вас будет мегабуст. Ну, вы, опять же, вы это увидите, поймете. Я уже об этом говорил. Используйте любые технические возможности, просто чтобы не провпикивать. Извините за грубое слово. Миллион первый раз. Повторяю, собирайте там, где это возможно, насколько у вас есть, опять же, на этой капасите свое. Собирайте фидбэки. Людей, которые сторонние в вашей команде, например, привлеченные. Иногда хорошо, мы это делаем сейчас в моем текущем большом клиентском проекте, мы привлекли внутренний аудит, просто не потому, что что-то кого-то не устраивает, а просто потому, что взгляд со стороны, это иногда очень полезно. Мы взяли, я конкретно могу сказать, экспертов QA, экспертов BA, да, и привлекли просто посмотреть со стороны. Если можно, еще один вопрос. По сбору фидбэков классная идея. Не утыкаетесь ли в такой момент, что, ну, доходит до абсурдных каких-то моментов. То есть, команда может просить того, что в принципе можно не просить, а клиент тоже может предъявить на вопрос, что тебя не устраивает, предъявить все на свете, и придется это выполнять. Утыкаюсь. Ответ, ответ да. Смотрите, тут на самом деле вы не застрахованы от неадеквата. Опять же, то, что я собираю фидбэк, это не значит, что я на что-то комичусь. Ну, то есть, тут есть разница. Сбор фидбэка вас по сути ни к чему не обязывает. То есть, он вас приближает к тому, что вы к чему-то обязаны, но не обязывает. Безусловно, есть требования, есть не очень адекватные, скажем так, с клиентской стороны. бывает, да, действительно. Человеку, например, не знаю, не нравится, что кто-то крутится на стуле во время стендапа. Я привел конкретный кейс, это не шутка. В общем, где человек действительно высказывает, а почему он крутится на стуле во время стендапа, меня это нервирует. Ну, вот, да. То есть, казалось бы, это неадекватно. Ну, и такое бывает. Но в большинстве случаев из своего опыта я могу сказать, что это очень полезно и, ну, наверное, 90% фидбэка, который дает клиент, они позитивные и конструктивные, что не страхует вас от неадеквата. Да. Насчет, меня очень заинтересовало насчет того, что держать постоянно руку на пульсе и все остальное, честно, согласна на 100%, потому что в периоде несколько этапов потом уже поддержка и постепенно выводятся дэвы и уже по-другому нужно структурировать и все остальное. И вы сказали, что вы не верите, что потом команда сможет как бы без его пленнинга работать нормально, если вообще исключить, правда? Это все правильно, я поняла. Так, вот, это как раз самый холиварный кусок вопроса, о котором я говорил. Да, 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 да. Нет, ну, опять же, тут нужно говорить, я не верю в это. Говорить очень осторожно. Давайте я, наверное, попробую все-таки чуть-чуть детальнее объяснить. Давайте я продолжу. То есть к чему вопрос? Вот. Вы сказали, что я в это не верю. Тогда возникает вопрос, что будет, если вас собьет автобус? Там говорится, что будет другой, потому что нет PM, то есть появится а не с чем а не с чем появится. Да. Появится другой PM. PM-ом станет Team Lead, PM-ом станет Senior Dev. То есть смена ролей. Да. Не будет ли это дополнительной нагрузки и человек не будет справляться уже со своей? Будет, безусловно. Ну да, правильно, но он же не будет эффективно работать. Ну то есть если PM-ом собьет автобус? Ну да. Ну, это безусловно стрессовое. То есть если у вас происходит неожиданная замена какой-то из ключевых ролей, это стресс для команды. Вы с этим ничего не, ну то есть вы к нулю стресс не сведете никак. То есть вы можете человека быстро заменить, попросить, ну то есть разделить его обязанности и так далее, но панацеи не существует. Как сделать так, чтобы тебя сбил автобус и ничего не произошло для команды? Никак. Да, пожалуйста. Ребят, я, если у вас не по теме, может быть, два буквально пару слайдов я закончу, мы перейдем к вопросу. Хорошо? Нет, совсем чуть-чуть осталось. Да, еще раз закончу буквально мысль вот-вот-вот последнюю. Делитесь ответственностью, делегируйте это, наверное, немножко противоречит, вот то, что вы восприняли как оверконтрол, я против оверконтрол, а категорически, еще раз, я задержание руки на пульсе, я, ну, если хотите, могу детально объяснить. Вовлекайте команду, вовлеченность команды и оунинг команды, это очень важно, это очень круто, когда вся команда чувствует свою ответственность за продукт. И находите союзников внутри, в команде, в менеджменте, у клиента, это не значит, что вы находите врагов, нет, у вас нет врагов, еще пару типсов, вот тоже из личной и личной практики. Старайтесь, если вы менеджер, либо еще раз, вы фигура командообразующая, старайтесь вовлекаться в хайринг, в стаффинг. То есть, по возможности, не давайте вам произвольно навязывать людей. Старайтесь всегда поговорить, просто беседовать, если нужно, назначите дополнительное техническое собеседование, привлеките профессионального HR и так далее. по возможности, если в вашей компании, если в вашем подразделении есть такая возможность, делайте бэкграунд чек. Если это изнутри человек, разговаривайте обязательно с его предыдущим тем лидом, пиемом, неважно, людьми, которые с ним работали. Говорите с людьми и слушайте людей. Я вам это все время повторяю, но это работает. Будьте командой, будьте, вернее, частью команды. То, что я уже говорил, вот, не про царя, а про человека, который внутри команды, который не выделяется и не возвышается, который на уровне, наравне. Это сложно, но выявляйте риски как можно раньше. Если вы спросите меня, вот, как это сделать на 100%, я скажу, что я не знаю. Но старайтесь. Отпускайте людей, когда им пора уйти. Я уже тоже об этом говорил. Понимайте мотивацию. Понимание мотивации вашей команды, что ими движет, какие у них глобальные желания. Даже если вы знаете, что человек, например, рыбак, заядлый, и вы можете поддержать разговор с ним на тему рыбалки, это тоже очень круто. Ну, это такой маленький пример. Поддерживайте таланты. Развивайте команду, развивайте своих людей. Если вы менеджер, если вы видите, например, что у кого-то есть склонность к бизнес-анализу, ну, вот он сам, допустим, застенчивый, старайтесь, найдите человеку ментора, подведите его, дайте ему какое-то пробное маленькое задание. вот старайтесь взращивать в людях таланты. Это сложно, но это очень круто. Ну, и stay tuned. Вот. И у меня к вам есть, наверное, последний вопрос от сурового Черчилля. Я сразу говорю, что только, вот ответ на него это будет только мое мнение. Что делает проект менеджер? Вот какая, не роли, да, а какая миссия философская? Есть у вас версии? Безусловно, он это делает. А еще? Только на уровне философии. Прекрасный вариант. А еще? Еще раз, на этот вопрос не существует правильного ответа. Я вот, правда, мне интересно, на следующем слайде будет мой ответ, но он, он только мой. Еще будут варианты? Сделать так, чтобы те люди, которые с вами работают, хотели сделать то, что вы хотите, но сделать так, чтобы это хотели и они. Это уже попахивает манипуляции, но согласен. Нет, 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 вы правы. Это, это sharing ценностей. Да, это тоже очень валидный поинт. Да. Есть еще варианты? Окей. Хорошо. Что нам скажет веселый Черчилль? Да. Это еще раз, это мое личное мнение. На самом деле, это еще раз, это только миссия. То есть, это на уровне философском миссия. Безусловно, он следит за delivery, он следит за командой он следит за развитием, он следит за деньгами, он следит за всем-всем-всем, но на уровне миссии мне кажется вот это. Спасибо большое. Готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо, что поделились опытом. Очень интересно. Один поинт, вот на, пару слайдов назад затронул, был о том, что искать людей, которые, ну, в общем-то, sharing the same values, и вот на сколько это, как бы, где, где тут золотая средина какая-то. То есть, с одной стороны, можно искать людей, которые вот максимально те же самые ценности, взгляды и так далее делят. С другой стороны, вроде как нужно keep diversity в командах, чтобы был, наоборот, разносторонний опыт, разносторонние взгляды и так далее. Вот был ли, ну, на примерах каких-то поиск такого вот вот компромисса, что ли, средины между вот этими двумя гранями? Спасибо. Ну, вы на самом деле сами ответили только что на свой вопрос. Во многом. Я сразу говорю, что несколько разные взгляды, опыт и ценности это несколько разные вещи, лежащие в разных плоскостях. Keep diversity это очень важно, но как раз вот ценности могут очень неплохо сочетаться с diversity во всем остальном. Еще раз, у вас не получится искать людей только по ценностям. Это идеальное состояние системы в конечном, в бесконечно далекой перспективе. То есть вы этого, если вы будете искать людей по ценностям, то вы соберете кафедру философии и у вас все будет плохо, у вас ничего не будет работать. Но понимать, смотрит ли человек так же, как ты и как большая часть твоей команды, это довольно важно. И как раз вопрос ценности это очень тонкий момент. Здесь нужно, здесь, наверное, должен быть филинг и ощущение того, когда, скажем так, это, когда у вас какие-то непримиримые различия и вам все-таки лучше расстаться, когда, допустим, человек действительно с вами on the same page в разрезе ценностей и вам с ним будет очень комфортно. То есть это вопрос, наверное, времени естественного отбора, но еще раз, это никак не влияет на подбор по остальным параметрам. То есть здесь мы берем по умолчанию, что по остальным параметрам человек вам подходит. И вот из тех людей, которые вам подходят по остальным параметрам, выбирайте того, у кого с вами наиболее близкие ценности. Надеюсь, я ответил. Я возвращаюсь к вопросу от девушки в красном, которая говорила, что в случае того, если кого-то собьет автобус, то это будет большим стрессом, допустим, если элит станет PM-ом и так дальше по нарастающей. Для этого как бы есть такая практика, когда вы держите в буфере большее количество людей, чем когда вам нужно на самом деле. То есть и с разными скиллами, и в то же время эти люди, можно взять нескольких студентов, да, сверх вашей команды, хотя она у вас вроде как укомплектована и без проблем работает. То есть есть такая практика, когда вы берете студентов и готовите их сначала джинов, потом медлов, хотя они вам по факту не нужны. И при этом вы готовите лида к возможному переходу к PM-ству, точно так же кого-то из менторов к переходу непосредственно в лиды и, собственно, по лестнице. Поэтому мне кажется, что такая практика довольно-таки известна и не вижу ничего в этом страшного. Я, безусловно, тоже в этом ничего страшного не вижу. Вы говорите очень правильные вещи. Вы, к сожалению, в буфте в резерве PM-одержать никогда не будете. То есть это в любом случае будет стресс для команды. Опять-таки, если мы говорим про аутсорсинговые компании, то вопрос решается очень просто. У вас всегда есть айдл. То есть у вас всегда есть возможность, у вас всегда есть некий ресурс, который вы можете привлечь снаружи. То есть для аутсорсных компаний этот вопрос решенный. Ну, формат это дата-арта. Для продуктовых, наверное, ну, то есть для продуктовых работает схема, о которой сказали вы. Именно так мы и делаем. Нет, и это, безусловно, правильно. То есть, наверное, это стоит делать далеко не только на случай, если PM-а собьют. То есть есть еще целый ряд других кейсов, когда эта схема вам будет выгодна. я ни разу с вами спорить не буду. Ну, в первую очередь, я думаю, что самый большой будет стресс для PM-а, которого сбили, а для остальных всех терпимых. Безусловно. Добрый день. Хотел поинтересоваться вашим мнением, как бы вы, например, разруливали ситуацию, которую я вот сейчас приведу в пример. Она, можно сказать, что реальная. Вы вот приводили пример, рассказ там про токсичность, про суперзвезд и так далее. Но что, если, например, всю эту токсичность в команде выделяет именно лид? Предположим, что команда там где-то человек шесть. И вот лид, он там постоянно ноет, демотивирует, иногда занимается буллингом, у команды падает перформанс, то есть им ну неприятно работать с этим человеком. При этом убрать льда не могут. То есть об этом можно, его не могут выгнать. Ну причем, ну не знаю, кумовство там. Поэтому его не могут выгнать. И при этом людям приходится вот так вот работать. То есть вот как бы, например, при текущем кейсе вы бы вот этого сейчас можно было бы разрулили, то, чтобы люди могли работать. У меня к вам... Ну и при этом, чтобы команда дружно не заводила автобус сбивать этого лида. В рамках законодательства Украины и международного. Мы в этом кейсе теоретически практическом кто? Мы на какой роли находимся? Это важный момент. Команда разработчиков. То есть вы с позиции команды? Да. Предположим, я с позиции команды. Уходите. Уходи, да? Да, меняйте. То есть если у вас не сдвигаемый лид и крайне токсичный, скажем так, влияющий на все остальное, у нас в Украине сейчас прекрасная IT-комьюнити, прекрасные есть IT-компании, в которые можно уйти. Ну, правда. То есть я, если, опять же, если то, что вы описали, это догмы и аксиомы, то в данном случае уходите. Окей. А теперь смотрите, дальше развитие ситуации, да? Руководство хочет разрылить эту ситуацию. Они берут, переманивают лида из дата-арта для того, чтобы он, типа, как бы два лида, это все вместе команды сгруппировали. И лид вот этот токсичный говорит, не, ребята, вот сейчас две недели, есть еще порох в пороховницах, сейчас мы так выстрелим, все будет хорошо. Но, естественно, ничего хорошего не происходит. Половина команды уходит. И вот, например, нанимают вас и говорят, вот Артур, вот такая плохая ситуация, вот разрулите это, пожалуйста. Смотрите, ну, чудес даже не бывает, да, и панацею мы не придумаем. Если у вас есть токсичный лид, которого нельзя сделать не токсичным, которого нельзя, ну, то есть, еще раз, первое, что я бы пробовал, сделать его не токсичным. То есть, типа, отправить его там на курсы по повышению софт-скиллов? В том числе, почему бы и нет? Отправить его на йогу, колоть транквилизаторы, я шучу. Так не делайте. Не, он на этом как раз таки сидит, да. А, он уже сидит, да? То есть, вы это уже пробовали? Да. Мне кажется, вам стоит увеличить дозу, но только осторожно. Подключайте все возможные для него авторитеты. Опять же, вероятнее всего, вы это делали. Да? То есть, если у вас, ну, вот по этапам, если вы помните мой слайд, опять же, я могу, если вы хотите на него вернуться в самое начало. Все довольно просто. То есть, вы проходитесь по пунктам, если категорически, катастрофически ничего не получается, и вы в данном случае не можете его убрать, уходите сами. Окей. То есть, еще раз. То есть, если вас нанимают, вы придете к меню и скажете, ребята, уходите отсюда. Нет. Еще раз. Если бы, ну, если бы я был в таком проекте PM, я бы пришел к руководству и сказал, что, к сожалению, с этим лидом работать невозможно. То есть, ну, опять же, я бы сделал все возможное, чтобы доказать, что лида нужно убрать или изолировать от команды, то есть, дать ему там должность архитектора у себя дома, и пусть он у себя удаленно работает, занимается архитектурой на транспортилизаторах. Команда при этом работала. Если это все не помогает, ну, то есть, это граничный кейс. То есть, идеальный вариант, когда вы доказываете вышестоящему менеджменту, что он неэффективен. Бывают кейсы, когда нельзя это доказать. Ну, вот он и все. Бывают случаи, у меня есть, на самом деле, у меня есть в практике конкретный кейс, вот такой, когда человека не получилось подвинуть. Есть шанс научиться с ним жить. То есть, выработать у команды, выработать у окружения такие подходы, такие скиллы, когда он становится приемлемым. Ну, это уже терпеть выходит. Нет, еще раз, на сто процентов вы им довольны не будете, потому что явно как бы не супермен в плане софт-скиллов, безусловно, да, но выработать какой-то приемлемый формат работы с ним, это возможно с такими людьми. У меня есть конкретный пример, вот, вот, очень похоже на то, что вы сказали, но там все еще хуже, там человек на стороне клиента. То есть, мы его не то, что не можем убрать, мы даже говорить об этом не можем. Да, к сожалению, и это не единичный пример. То есть, еще раз, ну, я вам повторюсь, так сказать, итерактивно, если это внутри, попробуйте что-то в нем поменять, если не получается поменять в нем, наладить какие-то возможные варианты, когда всем становится нормально, не идеально, но нормально, если не получается нормально, попытайтесь его изолировать, если не получается изолировать, отодвинуть, попытайтесь его убрать, если у вас все не получается, все остается плохо, уходите. Вот, я бы действовал. Конечно. Итог такой, что команда разваливается на два лагеря, причем, где там большинство остается следом, который более-менее нормальный, а там, где этот, там, ну, он в меньшинстве получается, и вот так команда работает. В итоге получается так, что часто происходят конфликты в техническом плане, и… Я прекрасно, это риск, который сработал. И производительность, то есть, который планируется в одну неделю, выполняется в четыре недели. Ну, это совершенно логичный результат того, о чем вы рассказали. Еще раз, у меня нет волшебной палочки, я не знаю панацеи, я просто могу вам рассказать об этих рисках и как их можно постараться минимизировать. Все, да? Или… Да, конечно. На самом деле, у меня короткий вопрос, просто в конце слайда был там предпоследний слайд, и вы пытались, ну, как, рассказать… Безуспешно, да? Нет, просто мне бы хотелось какие-то этапы построения команды, вот, то есть, есть ли какие-то этапы? Ну, смотрите, я с самого начала сказал, что я об этом говорить не буду. Окей, тогда вопрос такой… есть на самом деле, ну, вот, есть совершенно классическая теория, форминг, норминг, storming, performing, вы, наверное, знаете об этом, когда у вас есть этап формирования команды, условно, утрясание, потом storming, опять же, это все условное, и в конечном итоге performing, когда он у вас выходит, то есть, он такой график, условно говоря, имеет… Ну, это, это правда, очень отдельный разговор, очень детальный про этапы формирования команды, ну, если хотите, я могу после постараться, может, детальнее рассказать, ну, правда, это не тема, и я уже, кажется, задерживаю. Да, у нас сейчас будет, на самом деле, кофе-брейк, и можно будет 10 минут буквально. попросил, молодой, вопрос задать. Окей. Окей, сейчас, да, за кофе, за чаем, можно будет задать вопрос. У нас есть традиция, в общем, да, такой вот сертификат благодарности тебе приносим. Спасибо большое. Да, 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 и вот такую вот чашечку, надеемся, она тебя будет греть. Спасибо большое. Еще раз поблагодарим Артура.